Труд парикмахеров доказал, что красота спасет мир. Она ее крестила и говорила, чтобы тебя не съели. Метроном, он Сокол Быстро. Одна из главных фамилий, вот, Федор Лагунов, безусловно. Один из инициаторов создания этой трассы. Здесь как раз была одна из этих прорубей. В честь живых и павших учащихся ремесленных училищ, защищавших блокадный Ленинград. Всем привет! Вчера было 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Я проводил здесь экскурсию. Был полный аншлаг. Это очень приятно, потому что людям интересна эта тема. И я замечаю, что с годами она становится все более и более интересной. И сегодня я вас проведу по классическому блокадному маршруту. Мы начнем здесь, вот, на фоне этого инженерного замка. И закончим тоже здесь. Почему? Я поясню, потому что речь пойдет про маскировку шпиля домовой церкви святого Михаила Архангела. Сразу, чтобы вас ввести в контекст, покажу, как выглядела конкретно эта постановочная тумба, этот пьедестал. С него была снята конная группа, то есть памятник Петру Первому. Это самый первый памятник Петру Первому у нас в городе. И, чтобы вы понимали, немножечко сначала не про блокаду, а вообще про ее наследие и про то, как и чем ленинградские школьники отличались от школьников Советского Союза, ну, допустим, Новосибирска или Москвы. Я до сих пор, когда останавливаюсь в гостиницах и с утра есть завтрак, шведский стол, либо когда меня приглашают на какие-то мероприятия, после которых есть фуршет, если я там ем, то у меня такая привычка, я накладываю себе немного еды, если я не наедаюсь, я иду и докладываю себе еще. То есть я никогда не накладываю себе гору, чтобы потом это оставить. То есть я никогда не оставляю еду. И, честно говоря, меня немного триггерит от того, когда я вижу какие-то полные тарелки на столах, особенно когда это вам достается на халяву во время какого-нибудь шведского стола. Это последствия воспитания в семье блокадницы, потому что все надо было доедать, нельзя было бросать хлеб на пол. Вообще к хлебу было такое особое отношение, чего я никогда не понимал, поскольку, если честно, я об этом говорил уже в одном из своих выпусков, хлеб в виде кирпича мне никогда не нравился на вкус. Мне нравился ржаной, полукруглый. Поэтому это не значит, что я такой хороший. У меня есть абсолютно отвратительные привычки. Я, например, до сих пор плююсь. Это последствия моей алкогольно-наркоманской молодости. Ну, так, чтобы крылья за спиной срезать. Речь идет не про хорошесть. Здесь речь идет именно вот про бытовое наследие этого. Конечно, и не только в городе Герой Ленинграде. Есть люди, которые доедают все до конца, безусловно. Но у нас это было обусловлено именно этим фактором. Потому что бабушка тебе, конечно, очень жестко могла бы все объяснить. И первый объект, к которому мы направляемся, это подстанция тяговая трамвайная. Она не единственная у нас в городе. Значит, есть еще две. Причем обе я, во-первых, их показываю в ходе моих экскурсий. Так и даже, по-моему, я их уже даже снимал в ходе моих видеоэкскурсий. Значит, одна – это маршрут на Выборгской стороне. Империя Нобелей называется этот мой тур. Она находится рядом со станцией метро Выборгская. Вторая Клинская подстанция – это уже Семенцы, которые мы ходили с обеих сторон и от... Я, кстати, не помню, снимал ли я от Фрунзенской. По-моему, от Фрунзенской я не снимал. Но я снимал совершенно точно от Пушкинской. И как раз там неподалеку жила моя бабушка со своей семьей на Малодеско-сельском проспекте. И вот как важно знать вообще топографию города и систему проходных дворов, по которым я иногда вожу свои туры. Вот это здание. Оно построено в типичном для 20-х годов стиле конструктивизм или функционализм. И даже если вы блондинка, вы понимаете, что напряжение, которое нужно для трамвая, оно отличается от напряжения, которое у вас есть в розетке. Это была еще часть плана ГЛРО. Да, ну давайте покажем, собственно, мемориальную доску, которая здесь висит. Вот, видите, мы сегодня будем встречать постоянно. Я специально сегодня выбрал этот день, потому что вчера, конечно, было очень приятно наблюдать такое количество гвоздик по ходу этого блокадного маршрута. Основным средством продвижения для ленинградцев был трамвай. Кстати, не только для ленинградцев. Хотя уже ходили и троллейбусы, и автобусы, но трамвай оставался главным средством. Средством доставки вашего тела до работы. Метро у нас не успели провести, хотя хотели, да, потому что у нас и денег меньше, и почва у нас сложнее, более глубокое залегание. Поэтому это случилось только после Великой Отечественной войны. 8 декабря трамвайное движение практически сошло на нет. В январе оно полностью прекратилось. И проблема заключалась в том, что вам и так есть нечего, а вам приходится теперь добираться до работы пешком. Это, кстати, еще один нюанс, потому что я вот когда, особенно в детстве, мне казалось, что блокады это какой-то, знаете, такой отдельный режим жизни. На самом деле нифига. Все то же самое, то есть на работу надо ходить, иначе нет рабочей карточки. Надо ходить в магазины, выстаивать очереди, где эта очередь занималась иногда в 3 часа ночи или в 5 часов утра, чтобы отоварить карточки и так далее. То есть вы тратите как можно больше калорий. И самое главное, весной 1942 года в городе была очень серьезная проблема, поскольку скопилось огромное количество трупов, скопилось огромное количество нечистот, поскольку электричества не было, водопровода, канализации тоже не было, это все встало. И город нужно было очень быстро освободить от этого всего, во избежание эпидемии. Немцы получили приказ никого не принимать, вообще никаких перебежчиков из города, ни в коем случае, потому что они боялись распространения заразы. И для вывоза этого всего, особенно еще и снега, которого скопилось тоже немало, нужны были, конечно, трамваи. И вот Лев Сена в 2014 году в журналу «Город 812», в котором я, кстати, даже успел напечататься, правда еще до этого, будучи журналистом, его сын принес воспоминания, где, это наш ученый, физик, где он описывает то, как ему предложили заняться восстановлением вот этих подстанций. Он участвовал не только в восстановлении данной подстанции, там были рактутные выпрямители, к разработке которых он, ну и занятию которых он имел отношение. Пришел к нему его приятель-коллега и сказал, что вот есть возможность принять участие в этом. Ну, замялся, могут дать монтеры седьмого разряда. Но тот на самом деле как раз обрадовался, потому что это давало право на рабочую карточку. Но, как он пишет в своих воспоминаниях, и они, кстати, даже попали на страницу Википедии, посвященную этой блокадной подстанции, самими ртутными выпрямителями заниматься не пришлось. Почему? Потому что в основном нужно было заниматься трубами металлическими, которые охлаждали эти выпрямители. Значит, в трубах осталась вода, что происходит с водой, когда она замерзает, понятно, она расширяется, трубы все полопались. Им нужно было вот эти вот трещины чем-то заделать. Сваркой они не занимались, ленинградские интеллигенты. Как-то пытаться нарезать резьбу и снова их соединять тоже, а не дистрофики. И что они придумали? Они покупали на свои собственные деньги спортивные бинты резиновые, которые используют профессиональные спортсмены. Значит, использовали сурик, которого, как он пишет, слава богу, было в достаточном количестве. И обмазывали суриком, сверху вот этим бинтом, сверху через суриком, а сверху киперная лента. Киперная лента – это такая строительная материя, большой рубец. То есть вы его можете видеть, допустим, когда, ну вот там, не знаю, какие-то материалы перемещают в таких ковшах, и вот он, провисающая такая вот люлька, допустим, вот эта киперная лента. Ну и сверху еще раз суриком. Интересно, что спустя 40 лет, когда в 80-х годах уже производился плановый ремонт всех этих станций, местные работяги были очень удивлены этим странным заплаткам, которые были поставлены как временные и прослужили гораздо надежнее, чем, может быть, какие-то другие. Вот что подтверждает фраза о том, что нет ничего более долговечного, чем временное. И в фильме «Балтийское небо» есть прекрасный вообще сюжет о том, прекрасная сцена, какие этот первый трамвай, его встречают, и люди, соответственно, плачут. Вот здесь у нас хранилось уникальное, значит, указатель Дома Главного Инженерного Управления, который здесь располагался до революции. А вот что здесь располагалось во время Великой Отечественной Войны и гласит дальше более скромная мемориальная доска. Дорога жизни, дорога, проложенная по Ладожскому озеру, вообще Ленинградсами сначала называлась «Дорогой смерти» или даже «Коридор смерти». Вот я вообще к теме блокады в первый раз подобрался, когда писал «Роман Корень». У меня там есть одна глава, но за которую мне вот очень много отзывов приходит до сих пор. А сейчас я пишу другую книгу, которая уже чисто про блокаду. И, естественно, приходится штудировать огромное количество вспоминаний. И сначала ты удивляешься тому, что не все хотели эвакуироваться. И более того, некоторые старались вернуться в Ленинград. Вот именно по этой причине. Вот здесь вот, видите, говорится о том, что здесь располагался штаб тыла. Ну, одна из главных фамилий вот «Дорогунов», безусловно. Один из инициаторов создания этой трассы. В школе вообще мы очень мало знали про блокаду. То есть, ну, бабушка старалась очень дозированно давать информацию. Дед у меня, вот я как сейчас помню, он умер в 84-м году, я 75-го года рождения. И, в принципе, я вот всегда в большой комнате, там на академической у нас сидел, играл вот там какими-то медальками. Там вот была вот эта Невская Дубровка. И когда уже там, ну, где-то там годам к 8-9 у тебя что-то в котелок уже начинает соображать, ты начинаешь понимать, что словосочетание «Невский пятачок» веселого мало. Потому что ты ребенок, и у тебя слово «пятачок» ассоциируется со свинепухом, да? Ну, и я как-то подошел к нему и говорю, деда... А он два раза был контужен. Ну, собственно, отсюда у него инфаркты. И после одного из которых он, собственно, и умер. Я говорю, а там страшно было. И вот он стоит, как сейчас помню, смотрит на этот детский сад, который у нас за окном, молчит, у него глаза полные слез. И он на меня смотрит и молчит. И вот вообще ни слова не сказал, да? И он мне ни слова и не говорил. Вообще, дед у меня был как-то более такой, знаете... Ну, не то что добрый, но бабушка у меня была достаточно строгая, хотя очень веселая, да? А дедок мог, например, трошку дать. Три рубля, прикиньте. Это же 15 мороженых по 20 копеек. Вот. То есть на самом деле ленинградских детей щадили. Поэтому вот я, когда приступил к написанию книги, еще своей первой, я понял, что мне просто тупо не хватает фактологии. Я даже не знаю, когда я как эвакуировал мою бабушку после этой зимы. Я, конечно, иногда мучил вопросами, но сейчас вот жалею, что не домучил. Поэтому о дороге жизни мы знали, что вот эта, ну, какая-то трасса проложена через... через лед Ладожского озера. Значит, тут надо пояснить один важный момент, который... Вот вопрос, который я всегда задаю экскурсантам. Зачем Пётру Первому понадобилось проложить Ладожский канал вдоль Ладожского озера? Ну, ведь это дополнительные какие-то усилия и прочее. Ведь проще, ну, перевозить по озеру грузы, товары и так далее. Дело в том, что в море есть понятие длинная волна. Это когда вы так вот плывете, и у вас говорят... А в Ладожском озере это называется толкучка. Мелкая волна. И во время штормов там, конечно, корабли очень обильно погибали. Именно поэтому основатель этого города и распорядился прорыть этот канал. Поэтому перевозка товаров, и уж тем более людей, по нему была крайне опасной. Существовал речной флот, и поэтому, когда немцы, значит, неожиданно взяли восточную часть и вот с взятием Шлиссельбурга перерезалась линия железнодороги, то, значит, встал вопрос о налаживании, во-первых, этого флота, а во-вторых, значит, когда пришла зима, зима была лютейшая, да, то есть мороз там доходил, ну вот вообще ленинградцы, сколько я воспоминаний там прочитал, прослушал, говорят даже о 40 градусах. У нас минус 20, 25-то это уже трындец. У меня тут вот были экскурсии на новогодние праздники, и некоторые писали, ой-ой-ой, верните деньги. Мы не готовы гулять в такую погоду, то есть как изменился, да, подход. Вот, а теперь прикиньте, да, минус 30-35 в неотапливаемом доме, но мы об этом еще поговорим. Лед встает на Ладоге в течение определенного количества дней при определенной температуре, и было постановлено, сначала, значит, отправили на разведку команду, которая прошла вот этими шпур, да, ну, проверила. Затем отправили конный обоз, который дошел. Ну и дальше, соответственно, проложили эту дорогу. Через каждые 7 километров была установлена, значит, станция обогрева, медицинская станция, были врыты землянки, доты определенной конструкции были сооружены, то есть деревянные стены, мешки с песком, и сверху водой, чтобы это все еще льдом покрывалось. Выяснилось в процессе хвастации, что есть такое явление, как резонанс льда, то есть едет, допустим, нагруженная машина, и доезжает, а какая-нибудь легковушка проваливается. То есть было строго-настрого наказано соблюдать дистанцию в 100 метров, хотя вот я вам сейчас подставлю пару фотографий, где видно, что эта дистанция не соблюдается. Дальше, что было очень важно, нужно было ехать с определенной скоростью, то есть нельзя было ехать слишком медленно, и нельзя было ехать слишком быстро, то есть была выработана оптимальная скорость, с которой нужно было ехать. Ну и как многие из вас знают, водители, шоферы, они вот эту боковую дверь снимали, потому что если машина уходит под лед, то вам надо срочно выскочить. Но в минус 30, да, с ветерком, ну ты же просто сдохнешь, да, и не доедешь. Поэтому они вместо этого там специально присобачивали такие брезентовые, ну, искусственные, как бы, получается, двери, да, чтобы хоть как-то себя обезопасить. То есть немцы постоянно бомбили эту дорогу, была выделена эскадрилья истребителей, которые боролись с бомбардировщиками немецкими, и затем, да, к вопросу о доставке, например, товаров, танки, когда ехали, они ехали без башни. То есть башню снимали, и они тащили за собой. Это именно по причине их веса. Затем летом уже была сформирована Ладожская флотилия. Вот в Новой Ладоге стоит памятник, им посвященный в виде двух, собственно, кораблей, которые в этом участвовали. Ну, кораблей-то слишком сильно, конечно, говорю. Голь на выдумке хитра. То есть, например, когда доставляли цистерны с горючим, они выяснили, что на самом деле их можно просто кинуть в воду и тащить за собой. И вот такой цепочкой их иногда возили. Был проложен по... Да, кстати, я вот сказал про проходные дворы, не сказал почему. То есть вот когда трамваи встали, я просто опять-таки из воспоминаний многих ленинградцев знаю, то есть вам надо идти до работы, допустим, 10-12 километров, вот как трамвай едет. Брали линейку, измеряли расстояние и сокращали путь. А потом местные рассказывали про систему проходных дворов. И таким образом путь еще сокращался. То есть вы, допустим, вам надо идти на работу до 12 километров, а вы идете в 8. И в общем, ну, это как бы огонек. Поэтому проходные дворы не только народовольцам и бандитам нужны были, но и в блокадном Ленинграде. Да. Значит, был проложен кабель. Сделан он был на нашем Севкабельпорте, это вообще бывший Сименс. И, значит, его надо было монтировать такими муфтами специальными, ну, то есть у вас есть кусок кабеля и вы его соединяете, и вот такими частями он и закладывается. Это делалось ночью на баржах, прямо на берегу, и потом они выплывали и ночью же его прокладывали. Изоляционного материала не было, и поэтому для того, чтобы обернуть эти провода, использовалась бумага, которая шла на изготовление денег. Этот кабель был назван еще денежный кабель. Было проложено пять веток, и также был проложен еще трубопровод, по которому пошло топливо блокада Ленинград. И вот когда электричество начало поступать уже более-менее в приличном объеме, то есть сначала же заработала ТЭЦ Красный Октябрь, это правообережная в Утканной Заводе, собственно, которая дала электричество вот этим подстанциям. Там третий котел исправили, и выяснили, что можно фрезеровочный торф использовать. Это торф, который добывается специальным фрезеровочным способом. Вот здесь надо показать несколько фотографий. Во-первых, фотография получается с той стороны, которая показывает вот это здание и мы видим, что отсутствует просто кусок ограждения. Затем фотография вот в эту сторону, то есть прибыла баржа с бревнами и разгружают ее, и вот женщина с таким березовым бревном стоит. Ну и, конечно же, то, в каком состоянии во время войны было здание, где сейчас на нас располагается музей Фаберже. Туда попала бомба и, в общем, внутренний двор пришел в полной негодности. Значит, дальше у нас вот еще многострадальная съемка в Крестах, которую мы все согласовываем, мы сняли и выяснилось, что там не все можно показывать, поэтому я там колдую как бы это подгадать. Надеюсь, согласуем. Но я там рассказываю про голодовку, которую устраивал, допустим, Керенский и его смотритель, местный троллил, ну, типа, что это вы с водой голодаете? Вы без воды и попробуйте, потому что, ну, без еды человек, конечно, проживет определенное время, но без воды прожить очень тяжко. И второй момент, это тоже, кстати, вот, многие блокадники отмечали, нужно было постоянно есть какую-то горячую пищу. То есть, вот, пусть ты этот хлеб раскрошишь и, значит, воду положишь, скипятишь, сделаешь вот эту, так называемую, баланду, но это все равно лучше, чем есть этот хлеб сухомятку. Это крайне важно. То есть, каждый день нужно получать, было хотя бы раз в день горячую пищу. Ну, а где брать воду, когда у вас все, водопровод встал? Для этого были, не то чтобы оборудованы проруби, они были просто, иногда самостоятельно прорублены. Вот видите, здесь прям очень показательно, даже под слоем льда вот эти гвоздики. Вот одна из прорубей находилась здесь. В чем была сложность? Вы приходите сюда с бидончиком, с ведром, даже иногда с бочкой, вот я сейчас там пару фотографий подставлю, набирать эту воду. Вот даже сейчас, вот смотрите, что происходит, да, то есть, ну, тут хотя бы как-то песком посыпано, еще можно забраться. Но, у вас сил нет, вы спускаетесь, очень часто вы просто ложитесь на лед, начинаете черпать воду, переливать ее там в бидон или еще куда-то, и когда вы обратно забираетесь, вы поскальзываетесь, эту воду выливаете. И вот этот весь спуск, подъем превращался в ледяную гору. Здесь как раз была одна из этих прорубей. Воду также набирали в ямах, которые образовывались от снарядов. И вот мне, например, бабушка рассказывала, что они жили ближе к обводному каналу, но на обводный канал они не ходили, потому что там совсем, извините, как она говорила, говно плавает. Да, они ходили на фонтанку. Значит, дальше ты приносишь эту воду домой, как тебе ее разогреть, и на чем? Для этого в квартирах оборудовали так называемые буржуйки. Почему они так назывались? Это были печки, такие самопальные, некоторые их просто иногда из ведра делали, наскоро сваренные, металлические. И многие же дома, они отапливались дровами, и трубу от этой печки вы прямо в дымоход, а некоторые прямо в камин и суете. Официально это было запрещено. Ну, собственно, так же, как был запрещен, например, черный рынок, хотя он функционировал все дни блокады во многих местах города. Вот. И разогреваете вы ее тем, что Бог послал. Там какие-то книжки. В некоторых воспоминаниях очень умиляет, что кто-то грешил и пускал полное собрание Ленина или Сталина в растопку, а одна женщина говорит, что ее отец принес еще старое собрание Ленина, где был там Троцкий, Зиновьев, все репрессированные ребята. И они им топили. Стулья, паркет, значит, на улице любая щепка, ветка подобранная шла в дело. Ну и вот вы греете таким образом воду. И поскольку ленинградцы спали практически не раздеваясь и не только под одеялами, но даже под матрасами, то они, конечно, к весне 42-го года стали все как турбочисты. Большинство из них, о чем мы с вами поговорим возле блокады парикмахерской. Привет, привет. Здесь еще несколько фотографий. Вот одна с той стороны. Там показана как раз воронка от артобстрела. И очень крутая фотография вот в эту сторону. Значит, типичная картина летняя, какие-то беженцы или наоборот те, кто пытаются эвакуироваться или переезжают с места на место. Живой транспорт. И с правой стороны, вот там сейчас где столовая, это аптека, там видно, что это аптека имени Урицкого. Это вообще одна из старейших аптек города Петербурга-Ленинграда, потому что в нее еще ходил, например, Белинский, который жил вот напротив в том доме. Ну и заколочено все щитами. Дальше мы с вами подходим к Аничковому мосту. Он именно, еще раз, 6450, и напоминаю, что он Аничков, а не Аничков, потому что барон фон Клот, это автор, представлен к кресту за то, что на Аничковом мосту, на удивление всей Европы, он выставил четыре голых жопы. Это про укротители этих коней. Решетка этого моста скоммунижена с королевского моста в Берлине. Александр Берллов ее немножечко позаимствовал, о чем я раньше рассказывал в Берлине, когда мы там гуляли. Но нас интересует то, что, во-первых, эти тумбы здесь были пустые в годы войны. Коней этих сняли вручную и закопали в саду Аничкового дворца. Дальше вот тот дом, это восстановленный дом, туда как раз в центр попала бомба и он всю войну простоял с таким зияющим лицом, можно сказать. И вот несколько фотографий я поставлю. Заодно Ларенкова, это наш такой очень крутой специалист по фотомонтажу. У него есть прям отдельный проект, где он совмещает эти фотографии военного и мирного времени. Ну и вот здесь вот эти выщербленные. они есть у нас еще на колоннах, на второй и третьей колонне на западном фронтоне Исаакиевского собора. Это как раз последствия артобстрелов. Значит, ну, допустим, это конечно не здесь, но допустим, да, вот поставлю фотографию, наносят надпись, что граждане во время артобстрела эта сторона улицы наиболее опасна. Значит, мы идем с вами по солнечной, конечно, добро пожаловать в серый солнечный Петербург, по солнечной или четной стороне Невского проспекта. Ну, в хорошее время года, поверьте мне, солнце идет именно сюда. И немцы, поскольку захватили на юге Воронью гору, они вот оттуда город и поливали. Причем они вот такие педантичные, они все делали по расписанию. Они бомбили по расписанию, они и обстрелили по расписанию в основном в начале и в конце рабочего дня. И поэтому, когда звучал сигнал воздушной тревоги и когда воздушная тревога в смысле начинался там авианалет или артобстрел, то вот метроном он цокал быстро. Когда был отбой, то он цокал медленно. Откуда он цокал, мы еще поговорим. Соответственно, вам надо было хотя бы перебежать, если вы не знаете, где находится бомбоубежище, куда изначально заглоняли вас дружинники, а потом уже и этого не стало. Вам надо хотя бы перебежать на ту сторону. И вот в моем путеводителе, Невский Шперцин, где я рассказываю про надпись, которую установили уже там в начале Невского проспекта, один очень дотошный читатель, спасибо вам большое за это. Он меня поправил, потому что у меня была такая фраза, что снаряды прилетали с юга, и поэтому наиболее опасной была южная сторона. Я бы сказал, что это же не южная сторона, а северная. Вуаля, действительно, это северная сторона. Невский проспект назывался в то время проспектом 25 октября. Садовая улица, на которой мы с вами окажемся, называлась улицей 3 июля в честь июльского мятежа. Это отдельная тема. Я все мечтаю как-то более подробно осветить этот период между февралем и октябрем 2017 года, потому что что такое июльский мятеж, мягко говоря, не все знают. Ну, а почему 25 ноября, это понятно, да? Великая Октябрьская социалистическая революция. И, значит, очень важно было, конечно, информировать людей, ну и, как бы, поддерживать моральный дух города. В основном это происходило за счет спектаклей, концертов, которые продолжали идти, где и как, я скажу чуть позже, и, конечно же, за счет радиотрансляций. Значит, репродукторы были двух видов, да? Были вот такие вот в виде трубы. Мы увидим это с вами на углу Малосадово-Невского проспекта. И были просто вот из такой плотной промасленной бумаги сделанные. И вот, когда туда попадали осколки снарядов, то они оставались прямо, знаете, вот такими выщербленными. И центром вот этой жизни был Дом Радио, к которому мы с вами направляемся. Значит, есть чудесная книжка. У меня вообще две полки блокадных воспоминаний. Плюс есть, кстати, очень крутой проект блокада голоса. На Ютубе загуглите, это просто вообще огнище. Я слушаю его до сих пор и переслушать не могу. Да, но так дальше. Значит, Юрий Лазарович Алянский. Книжка называется «Театр квадрата обстрела». Почему такое название? Значит, когда, это мы будем говорить во время разговора про маскировку шпилей, руководству нашего города попали вот эти вот панорамы, фотопанорамы фашистов от пойманных наводчиков, где были, ну, то есть, там просто такая, знаете, панорама и вот все доминанты отмечены и стрелками прямо количество метров от тех или иных объектов. Город был разбит на квадраты и вот термитаж, например, назывался «Объект номер 9». Да, это вот киса, красавица и котища так называется. Вот книжка, которую я сейчас пишу. А вот, кстати, о птичках. чтобы немножко, знаете, чуть-чуть тему-то сменять. Тот самый закуток счастья это то, что я придумал, пошло в народ и вот уже я сделал, например, и такой мерч у меня есть. Так что, если надо, обращайтесь. Там есть еще всякий другой. киса подумал, что мы тебе кормить будем, да, я такой расстегнулся, но извини, бандосик. У нас с собой не так много что есть. Вон там еще одна киса, смотрите, да. пока понаслаждайтесь кисами, хочу найти по-моему, этот конкретный отрывок я не выписал себе. а вот, значит, там была такая скупа Родионова, молодая студентка консерватории, которая пришла к ним и исполняла песни по радио и ей потом в одном из писем, значит, один из бойцов, ее назвали Ленинградской Соловушкой, написал, в нашей армии на вооружении стоят не только пушки, но стихи и песни, которые вы поете. То есть на самом деле это, конечно, было очень важно и когда вот несколько дней радио молчало, потому что обробилось электричество, такие стихи нет радио и в 6 часов утра мы с жадностью последнее известие уже не ловим. Наши рупора, ну это для рифмы, они еще висят на прежнем месте, но голос, голос им уже не дан, от раковин отхлынул океан. Ну, раковина это аллегоричное название вот этих самых репродукторов. прежде всего, конечно же, дом радио ассоциируется с именем Ольги Бергольц, но были еще многие имена, ну вот Ленинградской Соловушкой назвал, Всеволодвишневский тоже там очень много присутствовал, читал стихи и самое главное, там функционировал оркестр дома Ленинградского радио, почему? Потому что театры эвакуировались и вместе с театрами эвакуировались и трупы, вот одна единственная труппа, которая осталась здесь по приказу, это как раз труппа театра музыкальной комедии, а оркестр, он вот этот, он остался один-единственный, что очень важно в контексте истории про седьмую симфонию Шостаковича, о чем я еще с вами дальше поговорил, тут тоже очень замечательный такой закуток счастья с, как я их называю, видовыми квартирами, вот там на втором этаже, ну вот на первом детский сад, добро пожаловать в Петербург, то есть Домрадио это был нерв жизни города, пока оно звучало, люди соответственно понимали, что город живет, и значит радиоспектакли, радиопостановки, чтение стихов, чтение, самое главное это сводки с фронта, свидетельства какие-то, ну вот совершенно ужасные вот в этой книжке я прочитал историю про то, как одна женщина значит смогла пробиться в Ленинград, это, кстати, было очень сложно, да, с оккупированных территорий, рассказала, как вот немцы с ее дочки срезали кожу, да, и отправляли соответственно на опыты, ну допустим, вот, ну и вот об этом читалось тоже по ретрансляторам, ну и в общем тем самым подделался вот этот дух уже пропагандистский с плакатами убей фашиста, вот смотрите какая милая у нас здесь конструкция, Котий дом на итальянский, мне очень нравится Котий, да, само это здание бывшего благородного собрания, которое мы сейчас увидим, оно по как раз воспоминаниям представляло собой цыганский табор, то есть ты туда заходишь и там такой большой зал и в этом зале прям стоят уже какие-то раскладушки, какие-то топчаны, на которых кто-то спит, кто-то... так, мы тут выйдем, где тут надо нажать чего? Вот она. Вот вчера я спрашивал своих экскурсантов, что это за конструкция на вот этой самой полуторке. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях Кто-то что-то пишет Кто-то что-то репетирует Какая-нибудь там девушка, не знаю, в одном лифчике И в таких стеганых ватных штанах Что-то готовит У одного в ногах спит пятилетняя девочка с куклой Ну то есть люди кучковались, потому что некоторые здесь и жили Бергольск оделась сюда из слезы социализма Это дом на улице Рубинштейна пешком И вот у нее была задача каждый день читать свои стихи Вот это здание, оно, кстати, недавно было отремонтировано Фасад его приведен в порядок И здесь у нас внутри есть Вот там экскурсия сейчас проходит Да, вот тут как раз этот самый трамвай Пущенный в апреле 42-го года Видите, стекла Крест на крест Значит, помимо стихов, то, значит, были напевные стихи Александра Прокофьева Михаил Зощенко и Евгений Шварц писали для радиорассказов Или то на сценке их пережили войну Ну, Зощенко, к сожалению, потом прессанули, конечно Очередь, да Ну, давайте пока эту мемориальную доску покажем Вот, видите Ну, вот отсюда видно Я вам сейчас подставлю на самом деле фотографию Безумно красивейшая женщина с безумно трагичной судьбой Мужа ее репрессировали еще до войны Саму ее, ну, она писала об этом Саму ее там беременную убили Чтобы случился выкидыш, чтобы было заражение кровью Чтобы она умерла Но она не умерла Ну, лишилась возможности рожать детей Ну, и после войны, конечно, у нее еще один удар Это ленинградское дело Парадокс в том заключался, что Я, как ленинградский школьник, не мог попасть в музей блокады Музей обороны Ленинграда Потому что его не было Он был разгромлен в ходе этого ленинградского дела И надо вообще понимать, что испытывал тогда Бергольц Которая была одной из главных вообще идеологов составления этой коллекции Сейчас, надо сказать, музей в соленом городке опять работает Сходите туда, там есть на что посмотреть Вот, значит, именно здесь отрывок Который, кстати, очень любят цитировать Когда рассказывают про седьмую симфонию В темном зимнем утром Ольга Бергольц, войдя в одну из комнат радиокомитета Услышала, как художественный руководитель диктовал машинистке очередную сводку о состоянии оркестра Первая скрипка умирает Барабан умер по дороге На работу Волторна при смерти Это о том, в каком состоянии находился вот этот оркестр Ну и эти репродукторы, они были устроены таким образом Что они, когда там звучала, не знаю, музыка или чья-то речь и так далее Они вас буквально провожали от одного до другого То есть они были на углах И вы идете, с одного угла доносится, соответственно, звук И он же продолжается вас встречать на следующем углу Александринский театр Назывался театром драмы имени Пушкина И именно сюда переехала труп театра музыкальной комедии Когда в его здание угодила бомба И именно здесь, в этом театре Состоялась 7 ноября 1942 года Премьера спектакля, который назывался «Раскинулось море широко» Три автора ее написали Один из них как раз Всеволод Вишневский Это была музыкальная комедия То есть было важно именно создавать вот эти вот Ну не только какие-то пафосные героические вещи Ну и продолжать показывать, что жизнь идет И она продолжается во всех смыслах Также здесь, в этом театре В январе 1942 года Были устроены елки для детей Куда вот детвору собрали Их там кормили Давали какие-то скромные подарки Ну то есть это тоже было крайне важно В контексте ситуации Ну а подставлю фотографию Вот как раз на этом углу Ленинградцы стоят и слушают Сводки с фронтов Ну на Невском Есть немало снимков Которые связаны с блокадой Я вам несколько буквально покажу Значит вот на том углу Где сейчас у нас стоит такая Рекламная тумба Давай подойдем ближе Там был ларек Газетный киоск И вот фотография Ну как бы на дом Зингера Ой господи, что я молю На Элисеевский магазин Разбирают этот киоск на дрова Дальше павильоны Аничкова Дворца Карла Валовича Росси Вот я вам подставлю несколько фотографий В каком виде они пребывали Все выщербленных Затем сам Елисеевский магазин Ну фотография сделана вот оттуда Ну давай прям вот, чтобы ракурс сохранился Понятно, что все первые этажи Были забраны деревянными щитами То есть если мы вот так вот развернемся И посмотрим вот в ту сторону Да, то есть здесь с этой стороны у нас щиты На них афиши И эти же афиши мы можем видеть Вот если переведем взгляд на ту сторону Тоже стоят вот красноармеец И смотрят афишу театра Теперь по поводу состояния Ну я же сказал, что горожане Выглядели не ахти Многие завшивели Ну и вот как крысы бегут с корабля Так вот если ты умираешь То вши с тебя сходят И вот одна блокадница Она как раз рассказывала, что Когда с нее сбежали вши Она поняла, что она умирает Но она сказала себе Я не умру И не умерла Вот здесь у нас, во-первых, мемориальный знак Ну и вот сам вот этот вот репродуктор Раз, два, три Вот они там наверху имеются Поэтому процесс мытья Это, ну, был такой достаточно дефицитной услугой И в этом доме По проекту Павла Юрьевича Сезора До революции существовала Куаферная, как ее иногда называли Парикмахерская, да И здесь народ сюда иногда приходил просто помыться Потому что эта парикмахерская действовала и в годы блокады Вот тут висит мемориальная доска Труд парикмахеров доказал Красота спасет мир Воду эти обессиленные девчонки Которые здесь народ стригли Брали иногда Вот в той воронке Я вам сейчас покажу фотографию Она была как раз на углу 3 июля 25 октября На углу Садово-Иеневского Ну, либо ходили на фонтанку На фонтанку ходить дольше И, в общем, сложнее там воду набирать Как я уже говорил Разогревали здесь И было такое понятие Ленинградский одеколон Это 20% спирта Все остальное хвойная вода Затем Они изобрели свой собственный лак Опять-таки Чуть-чуть одеколона Мебельный лак И мебель фиксированный Лак цветной Придумывали какие-то там, значит Банты Искусственные цветы И прочее Но, конечно же Надо было видеть вот эту метаморфозу Когда приходит человек Ну, весь в саже У него свалявшиеся вот эти волосы Он весь грязный И вот его начинает приводить в порядок И вдруг он превращается в человек Это вот как у нас и был проект Когда мы взяли бомжей На Ленинградском вокзале в Москве Отмыли их, накрасили И там прямо видно в кадре Как одна из женщин Она просто подходит в зеркало И говорит Это не я Я себя не могу узнать Ну, вот примерно такой же Эффект был И у тех, кто сюда приходил А было очень важно На самом деле Стараться все-таки поддерживать себя В хоть каком-то виде Потому что, опять-таки Если ты не опускаешься До животного состояния Ты продолжаешь жить Вообще, очень важная Психологическая Психосоматическая составляющая Багдады Потому что Многие отмечали Что нужно двигаться было Вот даже если у тебя нет сил Тебе все равно нужно было двигаться Потому что Выживали те, кто чем-то занимались Выживали те, у кого было какое-то дело И те, кто постоянно двигались Если ты ложился И думал, что ты умрешь То ты, в общем-то И умирал И Очень Я люблю приводить пример Из книги Давайте я тогда Сейчас ее покажу Специально захватил Ну, у меня Много воспоминаний Но вот это я очень Настоятельно рекомендую Борис Тарасов Это вот Человек, который проработал Потом 40 лет Политруком К сожалению Разочаровался Во многих вещах Связанных с его С этой системой Поскольку Когда начал выяснять Подробности О жизни города Блокаду в Ленинграде Выяснил Ну, в общем Блокада Это же по сути Менеджерский прокол По большому счету И Он там писал Что когда ему Уже Врачи Наказали Лечебное голодание То он начал худеть Гораздо быстрее Чем он худел В годы блокады То есть Организм Он вам как-то сам диктует Что вам надо худеть меньше Вот такое вот Свойство Есть у нас То есть Мы на самом деле До конца Не знаем Возможности Наши Мы настолько Избалованы С вами Комфортом Что Там Машину Припарковал Дальше Это уже проблема Ну вот О чем тут дальше говорить Дальше Коммунизм Коммунизмом Но Все таки И собственность И наследие Никто не отменял Да Поэтому Работали В городе Нотариальные конторы И в годы блокады Их осталось всего две Одна на улице Ракова Это нынешняя итальянская Вторая вот здесь На Невском И когда Нотариальная контора На Раково закрылась Осталась только одна здесь Значит В чем была важность Нотариата Во-первых Тогда была Очень популярна История с Страхованием Жизней Ну и вот Представьте Огромное количество Смертей Вам нужно будет Потом Страховку получать Вам нужна Нотариально заверенная Копия о смерти Дальше Огромное количество Людей эвакуируется Детей Сколько эвакуируют Потом Значит Начиная с 44-го года Начали возвращаться Возвращаться Было крайне сложно Потому что Существовала Пускная система Вам надо было Доказать Что вы имеете На это право Вот нотариат В этом плане Очень сильно помогал В домах Сохранялись Так называемые Домовые книги Но Часть из них Сгорала Во время пожаров И прочее Потом Когда Детей эвакуировали Значит Если там Попали под Артобстрел Или под бомбежку Тоже Документы пропадали Значит Нужно доказать Что это Ну Хотя бы Просто Что это твой ребенок Да Ребенка Что это его родители Или что он имеет Право Это очень важно На эту жилплощадь Потому что Ну Сразу скажем Что здесь Видите Работала Государственная Нотариальная контора Потому что Освобождаются Комнаты Жилищный кризис Никто не отменял Да Тоже самое Жилоченко Почитаете И конечно же Туда моментально Вселяются Другие люди И было Масса историй Когда народ Приезжал Вабах А жилплощадь Уже занят И пойди Докажи Что ты Типа Ты тут жил Вот нотариат В этом плане Очень сильно спасал Потому что Здесь как раз Все сохранилось Сюда Там работало Два нотариуса И они Соответственно Не сожгли Ни одной Вообще Странички Ничего Над ними был Двадцатый трес Который их иногда Там Значит Снабжал Какими-то папками Отдел Дальше Остатки ящиков Которыми они топили Свои тоже самое Буржуйки Очередь В этот нотариат Вот стояла От улицы Бродского Ну Тогда она так называлась Это в честь художника Бродского Хочу на всякий случай Пояснить Чей музей Кстати Замечательный Или настоятельный Рекомендую посетить Есть на площади Искус Куда мы с вами еще выйдем Как выделил Гостиный двор Например В годы блокады Тоже сейчас подставлю Фотографию И еще одна фотография Вот она Показывает Невский проспект И несут Вот я сейчас спрошу Что это Некоторые говорят Это аэростаты Нет это так называемая Колбаса Это Ну заправочные баки Для аэростатов То есть Там газ Которым уже Аэростаты заправляют Аэростаты Ленинградцы Назвали пузыри И эти аэростаты Поднимали Один раз Точнее не один раз А когда Вот Трансляцию Уже пытались Дома Ленинградского радио Распространить На всю страну Антенну Как раз Поднимал Такой аэростат В небо А потом Он ее спускал И таким образом Была достигнута Вот Цель Чтобы Эти трансляции Слышала Вся Страна Немного Про блокадный рацион Ну Про 125 грамм Эти пресловутые Все знают Это иждивенческая норма Иждивенческая Иждивенцы Иждивенческая норма Которая выдавалась Самый страшный Январь там И декабрь 41-й Январь 42-го Годов Спасались Столярным клеем Который продавался В таких плитках На рынках Козеин Козеиновый клей Я прекрасно Помню как Столяр Он действительно Из Животного Животного происходения Там белок даже По-моему есть Ну Такие подскажут Его состав Суть в том Что нам например Запрещали его Выливать в унитаз У нас один Диятель Где раз вылил И там все Колом стало Мы Понятное дело В основном использовали Пол винила Цветатный клей ПВ Вот этот Самый распространенный Ну вот Козеин Его Варили Ставили на мороз Получали так называемый Студень Да Блокадный сыр Блокадный творог был Продавали сладкую землю С Бадаевских складов На рынке Там В банках Землю пропитанную Сахаром Варили Ремни Шапки Шубы Ну вот В своей книжке Корень Я Прям привожу Документальное свидетельство Блокадница С которой лично общался Как ее отец Накупил на рынке костей Сточил их напильником И сварил из этого Студень К сожалению Вот даже вот эти вот Голоса блокады Там Ну не через одного Но где-то через двух Через трех Люди к сожалению Говорят о том Что вот на трупах Которые валялись на улице Отсутствовали мягкие части тела Ну и вот одна женщина Рассказывает Что ее мама Когда она уходила на работу То на работу Надо было приходить Рано Она ее крестила И говорила Чтоб тебя не съели Другая рассказывает Как ее вот там чуть Где раз людоеды Тоже не затащили к себе Это было Но с этим боролись И их ловили И очень быстро расстреливали Поэтому в общем Каждый спасался Как мог Каша если варилась Варилась в основном На соевом молоке Вот не все дети Например Сначала Могли есть такую кашу В больницах Ну а мы тем временем Он поселился сюда Но поселился на самом деле На самом верху И некоторые шутили Что у него такой Воздушный Дот Под крышей Он возглавлял Как раз тот самый Оркестр радиокомитета И Ну вообще Шостакович Я про него как раз рассказывал Во время экскурсии По Семенцам И вот показывал фотографию Где прям В детстве прям Вылитый Гарри Поттер Ну а Небезвестная обложка Журнала Тайм Где Шостакович В этой каске пожарной Он же несколько раз Ходил записываться В армию Но его несколько раз Отфутболивали Потому что понимали Что Такой талант нужен здесь В итоге его записали Да В отряд противопожарной обороны Он жил в доме Трех Бенуа И там как раз Со стороны Кронвирской улицы Стоит Бюст В Курдонере И в итоге Его эвакуировали В город Куйбышев Нынешнюю Самару И там он продолжил Работу над этой Симфонией И Ему для усиления Эффекта Потребовалась еще Дополнительная Вот Духовая секция Ну потому что В оркестре есть Стандартный набор И Когда он ее Написал Премьера состоялась В Куйбышеве Потом она была В Москве Новосибирске Потом она была В Лондоне Потом она была В Нью-Йорке В Нью-Йорке Там прям за нее Боролись Несколько дирижеров Он доверил ее Тоскана Итальянцу Который сбежал От фашизма В Италии И он сказал Наш Гений-композитор Что только Этот человек И поймет Мою музыку В Латинской Америке Было представление Ну и возникла идея Соответственно Исполнить ее здесь А как ее исполнить Если Взяли список Этого оркестра Значит Черным Подчеркнули Тех кто уже умер Красным Дистрофики В общем Восемь человек В наличии Ну и тогда Лиасбергу Дали задание Чтобы Он собрал Оркестр заново Вот как раз Объявили Прям по Репродукторам Разослали Во все воинские части Что приходите Пожалуйста Музыканты Музыканты Начали являться Один например Пришел в валенках Летом Почему? Потому что он страдал Водянкой То есть Когда ты голодаешь Начинаешь пить много воды Тебя вот так вот раздает Вообще На самом деле Потом у тебя может наступить Так называемый блокадный понос То есть Вся эта вода выходит И ты через несколько дней Умираешь Ну вот Ему на ноги Ничего не находилось Не нализало Мы тем временем Специально вот сюда Подошли к Театру музыкальной комедии Потому что Об этом я тоже Пару слов скажу Когда мы С вами Выйдем вот туда Илья Азберг Вот в поисках музыкантов Он обратился К руководству города Да Здесь кстати Есть блокадная экспозиция Прям внутри театра Мне все никак Мы даже договорились С отделом Ну у них Это называется не пиар отдел А как-то там По-другому Чтобы там снять Но Не заигралось Надеюсь заиграется дальше Он обратился Чтобы ему выдали Какой-то транспорт Его пригласили На склад И там Было огромное количество Машин Каких машин Велосипедов Вот И Значит Ему выдали велосипед И вот он На этом велосипеде Колесил по городу В поисках Оркестра Барабанщика Они нашли В Мертвецкой И у него просто Шевельнулся Этот Палец на ноге И он сказал Он же живой А там помните Там такая Тут 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 Там прям такая Барабанная дробь То есть там вот прям Вот нужно Ну и когда Доставили партитуру Илья Азберг просто Ну Охнул Ахнул Причем по поводу Доставки партитуры Есть чудесное стихотворение Двадцатилетний летчик Ленинградец Особый рейс В далекий тыл Свершил Он все четыре Получил тетради И рядом со штурвалом Положил Мелькали реки И клонились рощи Когда превысив скорость И предел Над ними скоростной Бомбардировщик С большой земли На малую летел И били вражьи пушки И в полнеба Вставала плотного огня Стена Но летчик знал Мы ждем не только хлеба Как хлеб Как жизнь Нам музыка нужна Действительно Была оставлена партитура И там Когда он увидел Что Шостакович Добавил еще Духовую секцию И главное Написал Что все Они должны участвовать Это очень важно Для исполнения Потому что Изначально Ну здесь вообще Концерты продолжались Вплоть до декабря И было очень Страшно смотреть На этих Турбачей Флетистов Потому что При минусовой температуре Вот им приходилось Туда дудить Вот Тем не менее Оркестр был найден Более того Заморочились даже Над чем Нужен был букет цветов Какие в баню цветы Все вот эти Зеленые Посадки Представляли собой Сплошные огороды То есть там Морковка, капуста Цветами Никто не заморачивался Нашли этот букет Нашли соответственно Девочку Девочку Которая в конце Концерта подошла Подарила Ильясбергу Этот букет Туда Набился полный зал Значит Люди были там И в Вечерних платьях И в ватниках И в бушлатах И кто в чем Зажгли эти Люстры Ну и трансляцию Вели На На немцев Был дан приказ Чтобы ни один Снаряд не долетел И интересно Что После этого Был банкет В той же самой Астории Ну банкет Условно говоря Банкет И там Было два Пленных немца Один из которых Сказал Что вот он Инженер И прям Представил по Ну он Педантически Записывал все Трансляции Ленинградского Дома радио И он сказал Как вам удалось В такой обстановке Исполнять такую музыку Ну и Лязберг ему Рассказал Как ему удалось Да Поэтому Эта Симфония Она вот как И раскинулась В море широко Явилась Таким вот Прямо Очень важным Этапом Показавшим Что все Город выживет И немцы Признались Потом Когда из ГДР Приехали Уже в 60-е года Что да Это был поворотный момент Когда они поняли Что город не взять Ну а вот этот театр музыкальной комедии Тут мы с чего начали У Александринки Значит Ну оперетта Вы должны понимать От оперы Которая Это серьезное искусство Такой более легкий жанр Вот как раз Вот в этой Книжке Мною Процитированной Есть прекрасное Описание Что здесь Происходило Когда-то Опять-таки При минусововой Температуре Актрисы Обмахиваясь Веером Говорили Боже Как жарко Совершенно чудовищная История Про одного из актеров У которого было Три сына Двое погибли На фронте И вот он получает похоронку На третьего И выходит И играет в комедии Да То есть вот Такой дух Актеры участвовали На самом деле И в подготовке Точнее В Не в репетициях Не в тренировках В общем Короче В муштре Да То есть их готовили Тоже К обороне Вот На территории Летнего сада Это происходило Очень Потрясающая сцена Как Одна из актрис В поваленном дереве Вот В парке Перед Александринкой Нынешней Пилит Бревно Мимо идет дворник Говорит Как хорошо вы пилите Не хотите пойти Ко мне работать Она говорит А Типа карточку дадите Он говорит Да Ну говорит Я подумаю Вот Когда Туда угодила бомба Они вот Переехали В Александринский театр А был момент Когда вообще Ни один театр Не функционировал Тогда были сформированы Агитбригады Которые разъезжали По фронтам И давали спектакли Для Бойцов Это было Конечно же Отдохновение Ну Нужно понимать Что Приезжают артисты Ну А вместе с ними Актрисы Да Ну и им Было В общем-то Неплохо Потому что Все-таки На фронте Особенно На флоте Кормили Очень неплохо То есть Вот Вишневский Например Сопоминал Как ему Один раз Значит Привезли Красную икру И три сигары С Балтийского флота Например Да И Нужно было видеть Вот эти Спектакли С этими Разодетыми В легкие В легкие платья Актрисами Или Актеров Которые Вот В таком виде Легком Выступают И Иногда Из зала Раздавались Крики Значит Каких-нибудь Солдатиков Типа Да Оденьте Оденьте Вы девчонку Она сейчас Посинеет И сдохнет От холода Вот Ну и Несколько Пример Было Значит Сделано Прямо Во время Войны То есть Шли Репетиции И Это тоже Было Достаточно Тоже Было Достаточно Важным Моментом В деле Сохранения Именно Морального Духа Города Еще Один Сюжет Которым Мы с вами Двигаемся Это ФЗУ Фабрично Заводские Отделения ФЗУ Фабрично Заводские Училища Или Ремесленные Училища В 1940 Году Был Выпущен Приказ Согласно Которому Стали готовиться Трудовые Резервы Куда Отправлялись Вот как раз Подростки Там 13-14-15-летние Такое Ускоренное Получение Очень важных Профессий Три Железнодорожных Училища Было сформировано В стране Несколько десятков Ремесленных Училищ И порядка 20 Вот этих Фабрично Заводских Школ Вот я вам сейчас Как раз Подставлю Во-первых Плакат Той эпохи Такой Калаш Фотокалаш А во-вторых Сразу Несколько Плакатов Особенно Некоторым Понравится Хочу стать Металлистом Ну понятное дело Каким Металлистом И вот Летом у них 41-го года Должен был Случиться Первый выпуск Не случился И Именно Вот эти Ребята Пошли Работать На Заводы И фабрики В блокадном Ленинграде Причем Было Очень жесткое На самом деле Расписание И вообще Характер Посещение Своего трудового места Вот один Тогда парень Рассказывал А потом уже Дедушка Как он Один раз Он опоздал На 16 минут Это Это было Серьезное преступление Был суд Народный суд Который Приговорил его Поскольку это было Первое По такое Пригрешение К 15% На 2 месяца То есть У него Зарплата Вычиталась 15% А работали Они все По 12 По 14 А некоторые Я слышал И по 18 Часов В сутки Одна вот Бабушка А тогда Девушка Она рассказывала Что она Прям засыпала На своем Рабочем месте Ну и поскольку Вокруг все-таки Там Дети по сути Да То они ее Иногда Разукрашивали Подрисовали И усики На губе Ну то есть Понимаете Блокада блокады Но Все-таки Жизнь Продолжается Вот здесь Видите Висит Мемориальная доска В честь Живых И павших Учащихся Ремесленных Училищ Защищавших Блокадный Ленинград Здесь В 41-45 Годах Управлением Трудовых Резервов Формировались Подразделения Для оборонных Работ Что такое Оборонные Работы Это Вас засылают Рыть Траншеи Восстанавливают Вот эти Противотанковые Ежи Противотанковые Надолбы Трудиться Приходится Очень часто Под Бомбежками И артобстрелами Девчонкам Запрещают Носить Белые косынки Если это Теплое время Года Потому что Слишком хорошо Они видны И Но я об этом Немного рассказывал Когда Вот у меня Там есть Отдельный ролик Про Дот Вот один Сохранившийся Там на юге Когда Строили Долговременные Огневые точки То К качеству Цемента Предъявлялись Повышенные Требования Чтобы там Он Не пузырился Ни в коем случае Чтобы он Был Очень хорошо Размешан Ну чтобы он Понимаете Встал Намертво При этом При этом Вы Не Воинское Подразделение Но Обращение С вами Как в общем-то С солдатами Которые защищают Город То есть Вы живете По казарманному Вот этому Принципу И в общем Ну Нынешним Конечно Подросткам Не понять Сейчас Переходим Дорогу Ну и вот К финалу Да Я же говорил Что мы там Начнем Там же мы И закончим Нашего Повествования Вот отсюда Очень хорошо Просматривается Вот этот шпиль Пусть и на Широком плане Но он виден Значит Еще раз Когда Выяснилось Что немцы Ориентируются По высотным Доминантам Стал вопрос О том Что их надо Замаскировать И была сформирована Бригада Скалолазов Значит Бобров И Ольга Фирсова Были постарше Был еще Алоэ Земба Он был Из Прибалтики И была Александра Пригожина Аля Как Ну у Боброва Есть прекрасная Книга Воспоминания Военного Альпиниста Я не помню Как она точно называется Но Настоятельно рекомендую Найти И прочитать Купол Исаакиевского Собора Был покрашен Зеленой Такой корабельной Краской Этой же Корабельной Краской Был потом Покрашен Шпиль Петропавловского Собора Причем Шпиль Петропавловки Они красили В ужаснейших Условиях На ветру В 30 градусный Мороз Почему Потому что Эти Памятники Они были Ну то есть Они были Покрыты Еще старым Методом Не очень полезным Для тех Кто этим занимался То есть Амальгама Наносилась На Лист Меди И Она состояла Из золота И ртути И ртуть Выпаривалась На костре И это Просто Намертво Садилось И можно было Соответственно Красить И потом Отмывать Без Последствий Для Покрытия С адмиралтейством Такая история Не прошла Там было Покрыто Социальным Золотом И В этой связи Нужно было Туда Натянуть Огромную Юбку Которую Сшили В швальне На первом этаже Этого самого Адмиралтейства Где потом Держинка У нас Функционировала Ее Натянули Целая Отдельная Операция Была Как раз Ольга Фирсова Этим Активно Занималась Потом Технология Ее надо было Сшить Большими Иголками И вот так Репшнуром Обвязать Зафиксировать И потом Всю войну Залезать Туда Смотреть Потому что Естественно Осколками Срезался Этот шнур И от ветров Оно Колебалось То есть Нужно было Все время Следить За состоянием Этого покрытия Ну и А потом Остался Вот этот Вот шпиль Отсюда Не видно Я подставлю Отдельную Картинку Дело в том Что там Вокруг Четыре Таких Шишечки Это не шишечки Это такие Четыре Получается Факела И Отверстие Отверстие Щелей И так далее Вот он Там Подлетел И перекинул Веревку Они Зафиксировали Соответственно Блоки И потом Забирались Там Это все Делали Как вот здесь Они поступили Они на эти Факелы Поставили доски На доски Прислонили Ну вот эти Лестницы Стремянки Туда Забрались И все Это на жутком Ветру На морозе Под обстрелами Да Ну а потом Когда они Уже Натянули Эту Юбку Надо было Ее сшить Ее сшили Там же Швальне В Адмиралтействе И вот Уже Оставался им Последний день Как они поступали Значит Их Здесь был Госпиталь И их Солдатики Туда Специальными Лебедками Они Поднимались Их там Фиксировали Лестницы Приставлялись Потом Лестницы Убирали И они там Оставались И что-то делали И говорили Через сколько Прийти их снять И в этот день Случился Очередной Авианалет Или Артабстрел Я не помню Но это не столь важно Да И В общем Стало не до этих Девчонок И они там провисели Больше 10 часов И вот Эта Аля Александра Пригоджина Она застудила себе Почки И это конечно Сказалось потом Очень печально На ее судьбе Она И Лоземба Они Не выдержали И умерли От голода В блокаду Да А Ферсова И Бобров Они Блокаду Пережили И Ферсова Как раз Участвовала В очень Знаковой Процедуре Снятия Этой самой Юбки С шпиля Адмиралтейства И вот Был такой Торжественный Момент Когда она В итоге Упала вниз И вот Эта вот Золотая Адмиралтейская Игла Наша Классическая Она опять Воссияла Над Гордом Героем Ленинградом Это Вот Лишь Такая Малая Талика Того Что я Мог бы Вам рассказать Ну Собственно Здесь я Просто Это все По точкам Выстроил И так В очень Вжатом формате Вам Это все Поведал Но В конце Хочу сказать Что Меня очень Часто Спрашивают Еще Такой Вот Вопрос Задают Ну То есть Как бы Мы Например Повели Окажись Мы В таких Обстоятельствах Я Не знаю Скажу Честно Потому Что Уровень Проблем Современного Человека Он Конечно Не идет Ни в какое Сравнение С уровнем Проблем Вот Людей Которые Все Пережили И я Могу Сказать Что По опыту Общения Там Вот Своему Там С блокадницами Им Потом Было Море По колено То есть Вот Самое Страшное Шоковое Состояние У них Уже было И все Что Случалось Потом Они Уже Вообще Не Воспринимали Как Проблемы Тем более Что Никаких Психоаналитиков Тогда Не было Потому Что В принципе У большинства Людей Был Конечно Травматический Постравматический Синдром И Надо Бы Конечно Какую-то Терапию Было Устраивать Но Народ Обходился И без Этого Поэтому Выводы Делайте Сами Ну и Чтобы Немножко На такой На мажорной Ноте Закончить Наш тур Мы тут В этих Окрестностях Своё время Снимали Замечательную Такую Короткометражку Про Короткометражку Комикс Про Пушкина Где я Принимал Активную Часть И выступал В качестве Собственно Главного Рассказчика Получилось Крайне Забавно Если хотите Она Залета Не на мой Канал Вот Я Ссылку Туда Размещу Ну а По поводу Мероприятий Моих Да Сейчас Экскурсии Идут Но они Идут Буквально Раз в неделю По понятным Причинам Не сезон И 16-17-18 Февраля Я в Москве 16-го Февраля По Многочисленным Заявкам Будет Лекция Серии Романова Без соплей Она Потом На следующей неделе Будет в Петербурге Многие уже спрашивают Все нормально Не переживайте В пятницу Но 17-го Экскурсии Причем во время Одной из них Я кстати тоже Коснусь темой блокады Потому что Покажу Две мемориальные доски У нас Привесящие Прежде всего Кузнецову Которого туда Отправили И потом Блокополучно Расстреляли Это Человек Игравший Ключевую роль В управлении Всей городской Структурой Ленинградской Ну и 18-го числа Примерная экскурсия Мы по хамовникам Гуляем И Также Напоминаю вам Что у меня Есть Книжки Три штука Вот Невский с персом Где кстати Речь идет Непосредственно И про Тот самый дом На Фасаде Которого Потом Восстановили Это я уже Перемахнул Эту знаменитую Надпись Ну вообще Эти надписи Были Не только на Невском У нас есть Надпись Сохранившаяся И на Васильевском Острове Я ее показываю Когда мы гуляем Значит Вот она Вокруг Смоленского Поля И есть еще На Лесном Проспекте Все Никак мне там Не собраться Не сделать Экскурсию Поэтому Вот пожалуйста Невский с персем Остросоциальный Роман Корень И книга Про пиар Во время Русско-японской Войны Напоминаю Что Я их Подписываю Только при личной Встрече После экскурсии Когда вы покупаете На сайте Я их не подписываю Потому что Не я их Лично отправляю Ну и в общем Если вы будете Покупать мой мерч Вот в этом случае Я их подпишу Вместе с книгой Да Потому что Тогда уже мне Лично придется Переть И Относить Это все На почту Это В общем Все Что я вам Сегодня Хотел сказать Приезжайте В наш город Гуляйте По улицам Прекрасным Не только со мной С любыми другими Гидами Экскурсоводами Их очень много У нас в городе Все они прекрасны Вся информация Которая вам нужна Вот там По ссылкам На сайте И в моих соцсетях С вами был гид Павел Перец Увидимся Пока